МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Докопание гитая топка представляет. Бан за оскорбление или как бороться с неадекватами в Warface? Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит, наш друг Капитан Очевидность. Привет, друзья! Красавчик. И очень интересная тема, а именно оскорбление в Warface. Разработчики опубликовали новость, в которой заявили, что бороться с нарушителями теперь будет намного проще и сама борьба должна стать намного эффективнее. Мол, теперь не надо делать никаких скриншотов, просто отправляете жалобу, и нарушитель получает свое заслуженное наказание. Но какое вот это самое наказание? Это первый вопрос. А второй вопрос. Достаточно ли этого для того, чтобы обезопасить игроков от оскорблений, похищений аккаунтов и прочего, прямо скажем, дерьма, которое, к сожалению, в нашей игре процветает? Как бороться с подобными нарушениями? Ведь порой это из простого обвинения в нубстве друг друга перерастает в реальные конфликты. И мы тому свидетели. Причем конфликты за пределами интернета. Ведь надо понимать, что последствия могут быть куда серьезнее. Кто виноват и что делать? Вот об этом сегодня и поговорим. Поехали! Рачишка, скажи, пожалуйста, когда наконец-то выйдет настоящий убийца Warface? Запомни, Кэп, нельзя убить убитая. И вообще, без говна и жизни-то. Да, а ведь точно подметил. Прежде всего, друзья, я, конечно, должен сказать, с чего все началось. Но проблема в том, что это не начиналось. Это, сука, было всегда. Неадекватов в нашей игре хватало всегда, с самого начала ее зарождения. Что только по этому поводу не предлагали. Я в свое время даже предлагал делать регистрацию в игре по паспорту. Дабы отвечать за свои слова пришлось по-любому. В том числе и в судебном порядке. И я помню, сколько, сука, было комментариев в стиле Ну и что? Это игра? Это интернет? Свободное пространство? Я имею право обсирать и писать про кого хочу, что хочу? Ну не пидоры. Ты, значит, просто поиграть зашел? А эти, сука, пущенцы уже твою маму в кино уводят. Я предлагал всем этим героям приехать на опен и как бы повторить мне в лицо. До сих пор, сука, жду. Пидорюги есть, и это факт. Кроме оскорблений, также у нас множество самых разных мошенников пользуются чатом, дабы уводить аккаунт. Многие доверчивы по своей натуре. И поэтому нагиб случается. И вы знаете, я не думаю, что вот эта новая упрощенная система борьбы с нарушителями, вот этими матершинниками, сильно поможет. Но я разработал, так сказать, ряд мер по действительно эффективной борьбе. И сейчас я свои предложения озвучу. А вы уже судите, хорошие они или плохие. Первое. Выпилить нахрен с игры общий чат. Речь идет не о том чате, который в комнате, а вообще общий чат в игре, когда только заходишь. Ведь 90% то, что там пишут, это просто реклама каких-то сторонних сайтов. Читы без бана. Спасибо администрации за то, что подарили мне золотую беретту, вот ссылочка. Аккаунты по дешевым ценам, высокие ранги. И сколько бы разработчики с этим не боролись, толку нету нихрена. Но давайте будем честны. Тот, кто ищет плюс 4 на белую акулу, в общем чате, скорее всего, именно с этими ребятами и сольется. Нормальный клан по объявлению в общем чате тоже не берут. Так что реальные пользы от этого общего чата минимум. А вот спама всякого говна там просто тонна. Второе предложение. Многие конфликты развиваются, когда две команды бьются друг с другом. Прямо во время боя. Поэтому я предлагаю выпилить общий чат во время боев. То есть оставить командный чат на здоровье, можете с друг другом общаться, обсуждать, кто из вас нуб, из-за кого вы сливаете. Там, как правило, негатив есть, но он не такой сильно выраженный. А вот вот эта, сука, вся писанина в стиле «ээ, прицельный, туда-сюда». Вот из-за этого говно и начинается. Особенно это касается РМа. Там же, сука, корову проигрывают. Поэтому оскорбления порой бывают очень жуткие. И оскорбления родственников, и оскорбления религии, оскорбления национальности. А ведь по сути это уголовное дело. Поэтому, дабы всего этого негатива избежать, я предлагаю ограничить чат только твоей командой в бою. В любом режиме. Третье. Часто в комнате получается так, что сидишь себе нормально, зашел, например, в какую-то комнату, через быстрый поиск, а там, допустим, твои подписчики, мои подписчики. А они «Здорово, Рокутагин, ты такой, привет всем!» И обязательно, сука, вылезет какой-то пидорюга, или даже два. И начинает оскорблять их, оскорблять меня. Он меня знать не знает, я ему ничего плохого не делал. Я предлагаю ввести функцию бана отдельного персонажа в чате. То есть я просто нажал на него, всё, я и больше не вижу, что он пишет. Он, сука, исчез. У меня его нет, у других есть, у меня нет. Гениально! Четвёртое предложение. Я думаю, очень гельное. Дело в том, что до того, как я завёл себе канал на ютубе, и особенно до того, как я стал играть в Warface, я играл в серию Call of Duty. И надо заметить, там неадекватов, сука, тоже тонна. Со своими ребятами я общался в голосовом чате, в программе Ventrilo. Поэтому слушать всяких идиотов, которые меня оскорбляют, часто, кстати, это иностранцы, тоже у них такие бывают, и читать постоянно, что пишут недовольные, мне было неинтересно. А недовольных, сука, было много. Поэтому я просто прописывал в конфиге, там есть такая возможность, чат тайм ноль. Всё, у меня никаких вообще сообщений нет. У меня полностью вырублен чат везде в игре. Всё, чата нет. И как приятно, сука, было играть. Просто изумительно. Так вот, разработчики, я уверен, что в Warface хватает игроков, которые вообще не хотят видеть чат. Особенно с учётом того, сколько там негатива. Поэтому я предлагаю в настройках ввести отдельную опцию, по желанию. Полное вырубание всего чата в игре. Абсолютно всего. И поверьте, многие вам за это только спасибо скажут. Кому надо, пусть общаются. Кто не хочет, пусть не общается. Гениально, сука. Да. А, и последнее, пятое предложение. Поскольку наши разработчики как бы, ну так, побаиваются серьёзно банить игроков, чтобы онлайн не падал, люди не уходили, бабки не уходили, то я предлагаю такой метод борьбы с всесторонне недоразвитыми личностями. Всех этих, сука, матершинников банить в чате и не на сутки, не на неделю. А так, что если оскорбил человека, а уж не дай бог оскорбил его родных, его там религию и так далее, то, сука, хрен тебе оничат на месяц. Ещё раз попался? На три месяца? Ещё раз попался? На полгода хер тебе? Не, ну справедливо же. А то такой пишет, 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 его бац, забанили. Чё-то там прошло сколько-то часов. И он снова оскорбляет людей. Причём очень серьёзно. И ещё, сука, возбухает. Мол, что хочу, то и пишу. Нифига себе! А на спинку тебе не пописать, чтобы морем пахло? Бесят они меня всё-таки. То есть я предлагаю не блокировать людей этих в игре. Всё равно мы-то знаем. Я понимаю, что всех и я хочу. Но разработчики это делать не будут. А вот забанить в чате, и прямо надолго, на месяца, это гениально. Человек играет во фейс. Человек донатит. Разработчикам хорошо. И при этом человек как бы глухо не мой. Он никому ничего сказать не может, сука. Сосёт, но молчит. А поэтому сосёт вдвойне. Вот такие у меня предложения, дорогие разработчики и дорогие игроки. Жду ваших комментариев. Хочу узнать, что вы об этом думаете. Если данные идеи понравились вам по каким-то причинам, то ставьте лайки. Это, кстати, по желанию. Как хотите. Яйки чешите. Это обязательно. Яйцо почесал, и в чате всё спокойно. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.